Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые одесситы, в эфире программа «Гость-студия». Сегодня у нас в гостях член правления, руководитель Одесского областного отделения Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей Федосеева Надежда Валентиновна. Надежда Валентиновна, здравствуйте, рада вас приветствовать на нашем телеканале. Здравствуйте, спасибо. А сейчас уже зрители видят, что на нашем столе очень много такой вот нестандартной, как для нашего антуража, продукции. Но на самом деле это те продукты, которые мы ежедневно покупаем в магазинах. И каждый гражданин здравомыслящий с каждым днём задумывается, за что же он платит деньги, что он потребляет. И часто мы приходим к выводу, что мы иногда не знаем, что мы едим, какую рекламу мы смотрим, как мы защищены. И, как я понимаю, ваша ассоциация — та структура, которая призвана разъяснить потребителю, какие у него есть права, на что он имеет право, что он может потребовать от, скажем так, грубо говоря, обманщика. И вы возглавляете Одесское областное отделение этой ассоциации неспроста, потому что мы вас помним как человека, у которого огромнейший опыт работы в этой сфере, в Одесской области. Вы возглавляли Главное Одесское областное управление по защите прав потребителей Госпотребстандарта Украины. Организация, которая раньше была довольно-таки грозной, которую боялись, ко мнению которой очень прислушивались и боялись, чтобы не дошло до, скажем так, разбирательств с этой организацией. Как сегодня обстоят дела? И, как я понимаю, наверное, всё не так гладко, раз возникла необходимость в создании общественной организации вашей ассоциации. Расскажите об этом. Да, абсолютно правильно вы говорите. Очень серьёзная структура Госпотребстандарт Украины. К сожалению, два года назад данная структура прекратила свою деятельность в результате требований законодательства и постановлений Верховной Рады. Изменилось законодательство, изменилась структура. Как структура Госпотребстандарт Украины расформирована, но это не значит, что нет другой, более грозной структуры. Создана новая организация, это Государственная инспекция по вопросам защиты правопотребителей, которая впитала в себя не только вопросы защиты правопотребителей, а также, опять-таки, вопросы качества, безопасности и защиты правопотребителей в том числе. Здесь идут серьёзные исследования, но это работа государственной структуры, которая влечёт за собой наложение определённых санкций, наложение определённых запретов, принятия каких-то предписаний и вручения, которые подлежат обязательному исполнению. Почему назрела необходимость создать такую организацию, как Всеукраинская организация по вопросам защиты правопотребителей, а это именно Ассоциация по вопросам защиты правопотребителей. Я не могу сказать, что в Украине нет общественных организаций, есть несколько организаций. Я бы назвала только одну, это союз потребителей Украины, который работает, проводит определённые тестирования, имеет свой печатный орган и, ну, наверное, это всё. С того момента, как я прекратила работу в государственной структуре, являясь таким же потребителем, у меня появилось больше времени, я больше вижу то, что происходит на потребительском рынке. Тем более на основании имеющегося опыта. Да, и, вы знаете, вот имеющийся опыт где-то даже, ну, как сказать, очень часто портит настроение. Не даёт расслабиться. Потому что куда бы ты ни пришёл, к сожалению, права потребителей нарушаются повсеместно. То ли это приобретение продовольственных товаров, то ли непродовольственных, то ли это услуги банка, то ли это кредитование потребительское, где мы все очень невнимательно подписываем договора, потому что невозможно в период заключения договора ознакомиться с ним очень подробно, и мы, естественно, подписываем. А потом уже в процессе пользования тем же потребительским кредитом возникают определённые вопросы. Это и услуги транспорта, это и пользование общественными так называемыми туалетами, которые почему-то все стали платными. То есть сегодня я, как и все люди, потребители, мы видим, что потребительские права нарушаются повсеместно. Создана ассоциация для того, чтобы объединить потребителей. Ассоциация объединяет неюридические лица. Членами ассоциации могут быть как индивидуальные члены ассоциации, допустим, я как просто человек, гражданин Украины и другого государства. Если я нахожусь в Украине, я могу стать членом ассоциации. Членом ассоциации может стать и предприятие. Это так называемые коллективные члены ассоциации, когда принимается решение общим собранием, что мы коллективом входим в ассоциацию. Ассоциация предполагает членские взносы, как любая другая структура. Но это копеечные взносы, они есть разовые, то есть это вступительный взнос, и ежемесячно для того, чтобы осуществить, самое простое, издать нормативные документы и дать в руки потребителям, когда этот документ будет у них как законодательный акт, в руках как путеводитель, где бы он ни находился. То ли я лечу в самолете, то ли мне предоставляют услуги транспорта авто, то ли мне предоставляют услуги по покупке продовольственных и непродовольственных товаров, как мне написать заявление, как защитить свои права, то есть это будет определенный путеводитель. Мы планируем издать два подобных сборника. Один будет сугубо по вопросам защиты прав потребителей, и второй по вопросам рекламы, потому что мы сегодня должны сказать о том, что, как я сказала, права потребителей, к сожалению, нарушаются повсеместно. И как мне сказала недавно моя дочь, что если ещё 2-3 года назад, как вы говорите, эту структуру боялись, считали её очень грозной, действительно так, и когда люди заявляли о своих правах, где бы то ни было, то ли в магазине, то ли это услуги связи, то ли это какие-то другие услуги, предприятия в какой-то степени реагировали на это, боясь, что да, действительно придёт проверка, если потребитель напишет жалобу, и будут наложены санкции. Потому что если ты нарушаешь права потребителей, то закон Украины о защите прав потребителей предусматривает эти серьёзные санкции. Они касаются, как предприятия, могут быть применены эти санкции к любому предприятию, который оказывает, как я сказала, либо осуществляет продажу товаров, либо оказывает какие-то виды услуг, либо оказывает услуги рекламы. Ещё и закон Украины говорит, вот у меня под руками, статья 42 Конституции Украины, «Держава, захищая права споживачил, проваджуя контроль за якістью та безпекуя продукции, та у сих выйдя в послуг, та рубит». Скажите, пожалуйста, достаточно ли государство обеспечивает качество и безопасность? Я бы сказала так. Государство делает всё возможное для того, чтобы обеспечить рынок качественной и безопасной продукцией. То есть есть органы контроля, есть стандарты. Сегодня это технические регламенты. Несколько лет назад была обязательная сертификация. К сожалению, сегодня такой сертификации нет. К сожалению, не всегда выделяются деньги на проведение лабораторных исследований. Да, государство пытается максимально оградить потребителя от некачественной продукции, но это не так просто. Государственная структура, такая как инспекция, с огромным удовольствием готова сегодня провести исследование, но сегодня у неё нет денег на это. То есть деньги, возможно, поступят через 2-3 месяца, и поступят в этом году, не поступят. Это уже немножко другой вопрос. Государство определенными законами и регламентами, как я сказала, ограждают потребителя. Но не всегда есть такое понятие, как нечестная предпринимательская деятельность. И сегодня мы можем сказать это на примере вот этого масла, которое я не просто так сегодня сюда принесла. Первое. Нужно сказать о том, что ассоциация ставит своей задачей, как это прописано в уставе, это определено законодательными актами, оказывать помощь государственным организациям. То есть такие объединения, как ассоциации и другие общественные организации, должны быть помощниками государственным органам в защите прав потребителей повсеместно. Но для того, чтобы правильно защитить потребителя, первое и основное, что нужно сделать, это дать знания потребителям. Поэтому мы ставим сегодня основной задачей обучить потребителей. То есть все организации, которые сегодня входят членами ассоциации, мы планируем еженедельно, а возможно один раз в месяц уже, когда мы выведем на определенный уровень потребителя по знаниям, будем проводить, как и проводим сейчас, семинары, тренинги, доводить те знания, которые им необходимы для того, чтобы себя защитить. Потому что, даже если мы с вами предположим самый идеальный вариант, мы обладаем всеми знаниями, но мы иногда оказываемся в такой ситуации, что нам нужна чья-то помощь, как поддержка. Для этого есть наш телефон, который вы сегодня, наверное, назовете в студии, по которому люди могут всегда получить точную, грамотную консультацию и как путеводитель, как я сказала, где им скажут, что им нужно сделать, первое, второе, третье, и помочь разобраться и оказать конкретную защиту. Давайте мы тогда не затягивая, назовем номер телефона Одесской областной организации ассоциации 096-519-5795. А также, уважаемые одесситы, вы сейчас увидите на экране адрес, фактически адрес, в Киеве всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей. Надежда Валентиновна, скажите, пожалуйста, вот у меня лично иногда возникает такое ощущение, что для того, чтобы тебя нигде, ну, как говорят в Одессе, не натянули, скажем так, при оплате коммунальных услуг, при покупке товаров в магазине, придя в салон за какими-то услугами, иногда, кажется, нужно быть просто юристом. Ну, у людей нет пяти лет, да, для того, чтобы закончить юридический какой-то вуз. Вот скажите, вот этот сборник, который вы уже показывали сегодня, он дает информацию в полном объеме, да, о правах? Ну, если мы с вами говорим о сборнике подобным этому данным, сборнике, здесь есть закон о защите прав потребителей и комментарий к нему. Я этот сборник написала еще в 2006 году. На сегодняшний день он требует внесения определенных изменений, потому что за эти шесть лет есть изменения в законодательстве и, к сожалению, не всегда в пользу потребителя. Как вы говорите, для того, чтобы себя защитить, иногда нужно быть юристом. Но пока вам понадобятся знания вот такие глубокие, юридические, иногда нужно просто знать, что нужно делать. Я сегодня, мое право нарушенное должна знать, я в этом месте должна подойти, потребовать книгу, жалобы, предложений, либо внести туда запись. Как я понимаю, я считаю, что мое право нарушено потому, 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 потому. Требую. И конкретно, что я требую? Указать свой телефон. Может возникнуть такая ситуация, что на первом же этапе вам откажут предоставление книги, жалобы, предложений, и начнется конфликт. Это уже нарушение? Конечно, это уже нарушение, потому что мы говорим о том, что должна быть полная информация, и как вот права потребителей признанные международной организацией союза потребителей, это прежде всего право на информацию. Мы сегодня, приходя в некоторые предприятия, не знаем, к кому нам обращаться. Мы не видим свидетельства о госрегистрации. Нам не называют, какое предприятие нас обслужило. Нам не выдают расчетный документ. Нам попросту хамят, грубят, обсчитывают, обвешивают, продают товары, цвевшие, с истекшим сроком годности и так далее. Я рекомендую потребовать чек. Вам обязаны его выдать, обязательно, потому что на сегодня мало предприятий уже, все меньше и меньше, которые не выдают расчетный документ. Если вам отказывают выдать расчетный документ, я рекомендую потребовать любой другой документ. Может быть, товарный чек, это может быть визитная карточка, где будет написано, что вы купили, будет стоять дата и сумма. Этого достаточно для того, чтобы обратиться либо в Государственный орган защиты прав потребителей, либо к нам в общественную организацию с целью защиты их прав. Либо, если вы не имеете на это время, вам нужно написать письменное заявление, отправить его почтой. И вот, когда это заявление не будет рассмотрено, это не значит, что что-то потеряно. Вот тогда профессионалы помогают потребителю конкретно в рассмотрении его заявления. То есть ситуация, как в фильме «Вокзал для двоих», когда героиня Людмила Гурченко кокетничала и сказала, что я могу вам дать жалобную книгу и каштанку. Она очень жалобная. Такого нельзя пропускать, да, всё-таки нужно требовать жалобную книгу. Если мы оставили жалобу, требование ни ответа, ни привета, ни звонков, ничего, что больше делать? Мы должны понимать, что есть закон Украины об обращении граждан, где конкретно оговорено, в какие сроки должно быть рассмотрено заявление и какие заявления рассматриваются в первую очередь. Есть заявления, которые должны быть рассмотрены в течение 15 дней, есть заявления, которые должны быть рассмотрены в течение 30 дней и те, которые требуют более там серьёзных изучений, исследований, экспертиз, 45 дней. Если вы не получили в течение 30 дней ответ, а вы оставили все координаты, то, конечно, нужно идти, в данном случае я приглашаю в общественную организацию Ассоциацию по вопросам защиты прав потребителей для того, чтобы помочь рассмотреть данное заявление. Ну а имея оперативный телефон, человек не знает, что ему делать, он набирает наш телефон, мы даем все рекомендации, либо предлагаем прийти в наш офис для того, чтобы решить его проблему. Ну вы абсолютно правильно сказали, есть тема, которую мы с вами как бы не задели, но она очень тяжела, очень актуальна, это вопрос предоставления жилищно-коммунальных услуг. Это тоже сфера защиты прав потребителей, про нее нужно говорить отдельно, наверное, посвятить этому более длительное время. Вопросов, нюансов очень много, я по натуре вообще оптимист, но глядя на наше жилищно-коммунальное хозяйство, я пессимист. Я не вижу таких вот перспектив, чтобы в ближайшее время данные вопросы были разрешены. Но я считаю, что если будет активное движение потребителей, они будут требовать удовлетворения их законных прав и спрашивать, за что мы заплатили деньги, а будьте добры, я плачу только за те услуги, которые мне оказаны. Если вы мне не оказали эти услуги, я должна говорить о том, что я не буду платить. Но если мы все пассивны будем и будем молчать, мы все время будем платить за что-то. Но часто мы так и делаем, к сожалению. К сожалению, мы все так и делаем, потому что вот даже, вот тут не зря появились вот эти книги, да, это техническая поддержка украинской инфраструктуре Евросоюзом, техническая поддержка, эксперты других стран приезжают в течение уже многих лет. Это более 10 лет. Для того, чтобы помочь Украине и сделать потребителя более активным. Что для этого нужно? Потребителю нужно только заходить. И вот проведенное исследование говорит, что украинский потребитель неактивный. Наверное, это соответствует данному этапу развития Украины. Потому что мы все сегодня настолько устали от всего, что мы не хотим лишний раз нервничать. Нам легче выбросить эту порченую колбасу, которую кушать нельзя. И мы не знаем, что содержится в этой колбасе. То ли там мясо, то ли там соя, то ли еще что-то. Нам это сделать проще, но только не возражать. Но здесь есть очень интересные образцы социальной рекламной информации, о которой мы с вами поговорим позже. И мы обязательно используем ее в своей работе, где ребенок говорит маме. Если ты сегодня по-прежнему будешь выбрасывать эту колбасу, ты ее будешь кушать также через 10 лет. То есть воспитание с детства. И вот мы сейчас пришли с вами к самому главному. Что мы ставим задачей? Обучить потребителя. Что мы делаем сегодня? В учебных заведениях мы проводим лекции по вопросам защиты прав потребителей. Но не только это. Потому что я ставлю основной, одной из основных задач ассоциации — это пропаганда здорового образа жизни. Это повышение этических моральных норм, о которых мы как будто бы забыли. Что-то вроде бы в нашем государстве изменилось, а ведь ничего не изменилось. Мы также такие же стеснительные наши дети, такие же добрые и хорошие. Но только это доброе и хорошее может уйти на второй план под действием такой рекламы. Если мы сегодня видим рекламу пива как без алкогольного напитка, то мы ставим первой задачей поставить вопрос перед государством и требовать, чтобы реклама пива была подана как реклама алкогольного напитка. Либо вообще отказаться от рекламы пива. Как может быть совмещена реклама алкогольных напитков и спорт? Это неправильно. Даже если мы говорим, что у нас нет денег на эти мероприятия, мы хотим найти спонсора, давайте искать спонсора в другой сфере. Но сегодня дети должны понимать, что какие привычки для них будут положительными, когда они придут к старости, они начнут об этом думать, а в свое время они не получили эту информацию. Мы сегодня сделали фильм о пиве. Только хотела вас спросить, как вы относитесь к социальной рекламе? То есть это может быть пока что противовесом, альтернативой, пока не запретили? Ничего другого нет, к сожалению, да. Пока мы добьемся, и я не уверена, что нам удастся в ближайшие два года изменить законодательство, это как минимум, мы пошли таким путем. Мы сделали фильм о пиве, в котором наркологи, служба по делам несовершеннолетних, служба в моем лице Ассоциации защиты прав потребителей и другие службы рассказывают на конкретных примерах и показывают, как журналистское расследование, что мы сегодня видим. К сожалению, если я в свое время говорила, что нельзя рекламировать пиво, когда показано в рекламном ролике, который считается суперкреативным, молодежь сидит за партами, и мы учим, что нужно скотчем приклеивать бутылку к руке. Мы сегодня это имеем. Сегодня поражает, куда бы вы ни вышли, молодежь с бутылкой пива, либо слабоалкогольного напитка. А еще хуже беременная девушка. К сожалению, и беременные девушки, и молодые женщины с детьми в колясках, сигарета, пиво, либо другой напиток. Различные, вот как мы показываем сейчас, два образца продукции, которые очень тяжело прочитать. Мы сейчас не говорим конкретно о энергетических напитках, насколько они полезны, насколько вредны. Все должны понимать это и найти для себя эту информацию. А Ассоциация поможет дать такую информацию. То есть маркировка недостаточно видна? Да, когда мы приходим в магазины, и сегодня Ассоциация поднимает этот вопрос с требованием, чтобы маркировка наносилась более крупными буквами, для того, чтобы потребитель не приходил со своими очками, либо лупой, для того, чтобы получить эту информацию о составе этого продукта, о том, что это. У нас сегодня, к сожалению, и те продавцы-консультанты не могут дать информацию, потому что нет у нас системы обучения. А система обучения, как говорит весь мир, как говорит Евросоюз, а я обучение проходила во Франции, и готова это подтвердить, там построена защита иначе. Если кто-то из общественной организации обратил внимание на какие-то нарушения, то завтра это предприятие может быть закрыто. Но мы сегодня можем сказать конкретно о первых шагах Ассоциации. Мы провели исследование масла сливочного. Почему проведены исследования? Потому что очень много жалоб потребителей идет на качество этого продукта. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 20 единобразец. Образцы отбирались в Киеве. Они были направлены в УКРТ-стандарт метрологии, в лабораторию для исследования, и в Институт токсикологии «Медведи». И вот эти две независимые лаборатории пришли к очень плачевным результатам. То есть из 21 образца только 6 соответствовали требованиям ГОСТа. Но не просто, чтобы люди понимали, что масло — это продукт, который состоит из животных жиров. А растительных жиров здесь не должно быть. К тому же написано «солодковыршковый», да? Да, безусловно. Я показываю то, в котором 30% — это растительные жиры. И мы сегодня видим, что у нас есть две ссылки на маркировки. Одна ссылка у нас идёт на ДСТУ, где говорится, что он выработан согласно ДСТУ. Стандартам, да? Да. Потому что, если вы знаете, уже дана такая информация потребителям, что старайтесь выбирать по нашим старым стандартам, по так называемым ГОСТам продукции, которые произведены по ГОСТам. По ГОСТам? Это обозначено? Безусловно. Ну вот я бы хотела показать великолепную продукцию, которая мне вчера попала. Я очень долго не могла найти продукцию, то есть яйцо, которое было бы абсолютно правильно замаркировано. Я всё время спрашивала, какое это яйцо, диетическое или столовое. Чем отличается диетическое столовое? С момента снесения, сколько дней оно лежит? Я думаю, если задать вопросы продавцу в супермаркете, то это будет культурный шок. Они смотрят круглыми глазами и не могут меня понять. Но вот я нашла такую продукцию. Я очень рада, могу её рекомендовать. Может быть, цена качества здесь, может быть, цена выше, потому что я вижу, здесь использована очень дорогая упаковка. Но мы видим, что каждое яйцо замаркировано. И я чётко знаю, что если я в течение 10 дней буду это яйцо держать в холодильнике, у меня будут только качественные продукты на моём столе, если я что-то приготовлю. И я полностью обеспечена всей информацией. Здесь есть и производитель, и адрес. И говорится о том, что это яйцо столовое. Есть дата обязательно, как вы видите, замаркирована, что бывает очень-очень редко, к сожалению. Спасибо вам большое за такой серьёзный ликбез, который вы сегодня провели для нас, для наших зрителей, для себя. Я лично тоже узнала очень много нового. Ждём вас ещё в нашей студии. Спасибо. Уважаемые зрители, благодарим за внимание. В эфире была программа «Гость студии». Сегодня нашей гостьей была член правления, руководитель Одесского областного отделения Всеукраинской общественной организации Ассоциация по вопросам защиты прав потребителей Надежда Валентиновна Федосеева. До свидания, удачи и будьте внимательны.